Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Никита Табаев, и это вторая часть восстановления гармошки моего прадеда. Если вы не понимаете, о чем речь, то смело переходите в описание к этому ролику и смотрите первый выпуск. Там вы все подробно узнаете. Но заодно можете поставить лайк. Вам не сложно, но вы поможете продвижению этого видео. В прошлой части мы полностью разобрали гармошку, какие-то работы уже сделаны, и настало время подвести промежуточные итоги. Поехали! И я копил на новый велосипед. Я был лишь этой мечтой, пока я как-то раз не встретился с тобой. Гали-гали, аппарат и тент, нам с тобою было супер, супер восемь. Гали-гали, мы с тобой летели, летели, летели. Целых два месяца инструмент ездил по мастерам, докупались различные мелочи, и вот, наконец, он находится в одной комнате, пусть и не в собранном состоянии. Давайте смотреть, что готово на данный момент. Резонаторы. Они были полностью отреставрированы, то есть мастер вытащил голоса, покрыл резонаторы лаком, потом ставил голоса обратно, перевосковал их, поставил новые залоги. Естественно, произвел настройку. Результат я еще не проверял, но, надеюсь, получилось хорошо. Скоро услышим. Со временем инструмент рассохся, появились щели, что плохо влияло на компрессию. Щели устранены, компрессия восстановлена. Ну и раз уж я взял полукорпус в руки, вы можете посмотреть, как классно смотрится новый целлулоид на корпусе. Вот этими руками я уже заменил два элемента, отполировал их. Выглядит очень круто, инструмент как новенький. И вы бы знали, как тяжело найти в продаже целлулоид. Либо кусочки маленькие, либо цены какие-то заоблачные. И доходит до смешного, что на русскую гармонь приходится покупать целлулоид с Алиэкспресса. Здесь же можно увидеть, что стало с деревянной горкой. Было принято решение оставить ее в белом цвете. Все царапинки на ней были устранены, горка отполирована, кнопки заменены. Теперь весь левый полукорпус выглядит как новенький. Черные кнопки красиво смотрятся на белой горке. Ну и самые внимательные, наверное, уже заметили. Один замененный блестящий металлический уголок. С ними была настоящая эпопея. Вначале я решил их просто отполировать, вспоминая свое армейское прошлое, когда приходилось полировать бляшку. Но опять же, вспоминая свое армейское прошлое, со временем эта бляшка все равно окислится. Поэтому было принято решение покрыть уголки хромом. К ним припаивался провод. Они опускались в гальваническую ванну. И на экране вы сейчас видите один из кадров этого процесса. Да, процесс дорогостоящий. Но оно-то у вас стоит. И вот так вот они даже с фабрики не выглядели. Самый сок, самый жир, это свежевыкрашенные сеточки. Они блестят, выглядят как новенькие. Ткань поклеена тоже новая. Причем ткань выбрана точно такая же, какая сейчас клеится на новые гармошки тульской фабрики. Левой сетке досталось больше внимания. Раньше здесь были просверлены отверстия, на которых держался левый ремень. Отверстия зашпаклеваны, закрашены, и теперь сетка выглядит целостной. И вы спросите, на чем же будет теперь держаться левый ремень? А будет он держаться на регулировке левого ремня. И на самом деле это даже не новодел. Регулировка снята с такой же гармошки того же периода. И точно так же покрыта хромом. Ну, сетке регулировка хорошо, а мех еще лучше. Он выглядит просто офигенно. Здесь новые блестящие уголки. Новый итальянский лидерин. Увеличенное количество складок меха. Барин. Раньше их было 15, теперь их стало 17. Ну и, конечно, новый цвет меха. Я специально ходил в ателье, подбирал ткань. Задачи подобрать ткань один в один, как на прошлом мехе, не было. Была задача сделать такую фантазию на тему. Ну и, надеюсь, у меня это получилось. Был пошит новый комплект ремней. Теперь на гармошке будет два плечевых ремня. Вот такие ремешки. Цвет выбран темно-зеленый. Не знаю, почему, мне просто понравился оттенок. И, как мне кажется, он будет перекликаться с тканью меха. Помимо всего прочего, сделана куча мелочей, на которые потрачено много времени, но в глаза они сильно не бросаются. Это и поиски крепления для плечевых ремней. Это поиски крепления для левого ремня. Были найдены вот такие пукли. Так называются ножки, на которых стоит музыкальный инструмент. Они очень сильно отличаются от заводского варианта, поэтому пишите свое мнение, как вам. Такая идея в комментариях. Были найдены кнопки для правой механики. Показывать я их не буду, вот они лежат. Пусть будет интрига. Я не знаю, где бы я нашел все эти мелочи, если не магазин Делиция. Они занимаются как раз гармошками, баянами, аккордеонами. Супер клиента ориентированность. Ссылочку на них я оставляю в описании. Также хочу выразить благодарность магазину Тульский гармония от Павла Уханова за помощь в поисках деталей. И салону баянист Владимира Бутусова. Ссылочки на них тоже находятся в описании. А сейчас настал черед собрать эту кучу деталей в единый инструмент. Пусть даже он может быть не будет играть, но мы увидим объем проделанных работ. Даже в недоделанном состоянии она выглядит просто классно. Сеточки как новенькие, в них видно свое отражение. Мех и выглядит как новый, и пахнет как новый. Владельцы новых гармошек меня поймут. Смотрите, как теперь смотрятся кукли на гармошке. Да, это не завод, но выглядят они так, как будто и должны были тут стоять. Если на стоп-кадрах вы еще не видели, что здесь написано, я прочитаю. Объединение по производству Мнуза инструментов Мелодия Гора Тула. И знаете, чего не хватает сейчас на этой гармошке? Логотипа фабрики Мелодия. Мне кажется, это будет особо символично в окончании второй части приклеить этот логотип. Так, все, ответственный момент. Снимаем защитную пленочку. Вот такая красота. И хочется на ней сыграть, и не буду. Оставлю это на третью часть. Также в третьей части будет заменен целлулоид, кнопки правой механики. Ну и, конечно же, вы узнаете, сколько было потрачено на восстановление этой гармошки. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы не были подписаны. Ну и вместе ждем третью серию. Я ее жду не меньше, чем вы. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok